Мария полностью потеряла зрение в 2005 году, а в общество инвалидов вступила спустя 10 лет. Говорит, жизнь её сразу заметно изменилась. Открылись безграничные возможности. Когда я в это общество пришла, я не умела, честно, ничего вообще. И очень многие люди стали для меня какими-то идеалами и мотиваторами для того, чтобы самой двигаться, что-то делать и в каком-то направлении. И как-то Господь помог мне тоже в этом плане, развил мой талант, дал мне талант вязания. Я когда видела, я никогда не вязала, я не умела вязать. А тут вот научилась вязать. Десятки организаций, участвующих в форуме, рассказали о своих удачных практиках вовлечения людей с ограниченными возможностями в социализированную жизнь, в которую каждый человек может продемонстрировать свои таланты. Были выбраны лауреаты конкурса лучших практик адаптации инвалидов. Среди них благотворительная организация «Перспектива», общественная организация инвалидов «Искра надежды» и «Адапт спорт». Наш центр с 1994 года уже оказывает помощь людям с инвалидностью в приобретении профессии, в приобретении независимости, быту, самостоятельности, развивает творческие навыки. Мы занимаемся, проводим спортакиады и для людей с ментальными заболеваниями, и для людей с различными заболеваниями у нас проводятся. У нас проводятся мастер-классы, друг с другом стараемся обмениваться опытом, кто чем занимается или же договариваемся. И где-то ходим на мастер-классы, ходим на выставки, ходим в театры, ходим в кино. У нас очень много ребят, которые занимаются дайвингом, для инвалидов дайвингом. И те, кто в колясках сидят, они говорят, что если мы на суше сидим, у нас ноги не действуют, и мы ничего не можем, только руками подвигать, то там вода поднимает тело, и мы становимся птицами. В Воронежской области проживают примерно 250 тысяч инвалидов. Около 70 тысяч из них – люди трудоспособного возраста. Но работает из них только каждый третий. Кому-то не дают выйти на работу физические возможности, другим – психологические. Часто работодатели не хотят брать инвалидов на работу, боясь лишних затрат на них и частых больничных. Не каждый готов понимать проблемы инвалидов. Благодаря этому форуму появилось несколько и проектов. Некоторые проекты уже выросли в некоммерческие организации. Немаловажно, что отрабатываются новые технологии именно по обучению, по профориентации молодых инвалидов. Самый главный результат, конечно, это то, что некоторые из них уже трудоустраиваются, находят такие возможности. Обучали мы одну из групп, и девушка, которая обучалась, соответственно, через несколько месяцев трудоустроилась в фирму, которая делает протезы 3D-моделей. Многие ребята, посещая различные студии, начинают верить в себя и развивают в себе талант в различных сферах. Женя занимается в Бобровском колледже имени Суворина и в коллективе «Поющие гномики». У парня большие планы на свое будущее. Он неустанно занимается вокалом и актерским мастерством. Сначала работаем актером. Когда заработаем кучу денег, я хочу создать многое, что интересного. Например, шоу, стану телеведущим, продюсером. И могу создать свою песню певцом, могу петь артистом. И я могу петь в театре песни «Поющие гномики» и в сольном карьере. Люди с ограниченными возможностями – это самая социально уязвимая часть общества. К примеру, маломобильные граждане становятся изолированными от общества, и это негативно сказывается на их психическом состоянии. У нас, к великому сожалению, очень большие проблемы с доступной средой. Поэтому даже когда и хотелось бы ребятам забрать их в театры, забрать их в кино, забрать их на какие-то мероприятия, то обычно внизу на сайте мы сразу приписываем. Нет доступной среды, чтобы сходить в музей Крамского. Нет доступной среды, чтобы подняться на третий этаж в библиотеку имени Никитина. Тяжело и прожить на одну пенсию по инвалидности, так как человеку нужны, как правило, средства на лекарства или специальное питание. То есть позволить себе новую одежду или какой-то отдых крайне сложно. При этом совсем по-другому обстоят дела в Москве. Наш максимум – это 15, в Москве максимум совсем другой. У них есть доплаты лужковские, как они их называют между собой, потому что они начались еще во времена Лужкова, но они продолжаются. И сейчас администрация Собянина их платит эти деньги. Москва дорогая, если ты вышел из метро и побежал в соседний магазин «Гастроном», это будет Москва дорогая. А если ты там живешь и знаешь так же, как и у себя в городе лазейки, где можно взять, то она не будет такой дорогой. Инклюзивный форум помогает многим людям с ограниченными возможностями здоровья найти свое место в жизни. Он помогает привлечь внимание к потребности молодых людей, готовых учиться и работать. В результате люди в корне меняют свою жизнь, находят свое дело и преуспевают в профессии.